Привет, друзья! В этом выпуске мы продолжим обсуждение сахарного диабета. Поскольку тема эта сложная и затрагивает многих, знаете ли вы, что слово «диабет» означает в переводе с латыни «вытекать»? Так можно объяснить один из главных симптомов заболевания – частое обильное мочеиспускание. Таким образом, организм старается вывести излишки глюкозы. Те, кто уже столкнулся с проблемой повышенного сахара, наверняка задавали себе вопрос «А что будет, если я стану употреблять запрещенные продукты? Как это скажется на моем здоровье и самочувствии?» Может, ничего страшного, подумаешь, чуть-чуть позволили себе лишнего, а организм сам выведет лишнюю глюкозу? Сегодня поговорим о том, какие последствия может иметь даже небольшая погрешность в питании диабетика. Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Теперь вы не пропустите ни одно из наших новых видео, чтобы оставаться здоровым. В прошлом видео мы рассказывали об отличиях диабета разного типа. Напомним, что диабет первого типа возникает в результате снижения выработки инсулина поджелудочной железой и чаще всего обусловлен генетически. А при втором типе развития заболевания возникает на фоне ожирения, гиподинамии и неправильного питания. При этом инсулина на первых этапах диабета вырабатывается достаточно, просто клетки его не узнают. И в первом и во втором случае заболевание сопряжено с высоким уровнем глюкозы в крови. Независимо от лечения, людям с повышенным сахаром в крови требуется коррекция рациона с ограничением простых углеводов. Как правило, диабет второго типа идет рука об руку с лишним весом и гипертонией, поэтому для людей с этим типом болезни важно уменьшить калорийность блюд и снизить количество потребляемой соли. При составлении рациона людям с повышенным показателем сахара в крови необходимо отталкиваться от такого показателя, как гликемический индекс продукта. Чем он выше, тем больше глюкозы образуется. Итак, возглавляет список запрещенных продуктов сахар и мед. Все десерты, конфеты, мармелад содержат сахар в чистом виде. При употреблении сладких блюд концентрация глюкозы в крови не просто увеличивается, а происходит ее резкий скачок. Промышленность предлагает массу безвредных для диабетика заменителей сахара. Кукуруза хоть и содержит полезные пищевые волокна, но должна с осторожностью употребляться людьми с повышенным уровнем сахара. Под строгим запретом находятся кукурузные палочки, попкорн и мюсли. Эти продукты приготовлены с использованием сахара и масла. Их гликемический индекс составляет 85 единиц, у отварных початков 70 единиц, у консервированной кукурузы 59 единиц, а у каши 42 единицы. Поэтому к введению продукта в свой рацион следует подойти избирательно. К примеру, можно употреблять кукурузную кашу, иногда добавлять в салаты консервированные зерна и изредка баловать себя отварными початками. Но делать это необходимо с учетом гликемического индекса продуктов, которые вы планируете съесть в один прием с кукурузой. Фрукты содержат большое количество быстрых углеводов в виде сахара и крахмала. Диабетикам нужно исключить из рациона все сорта винограда, бананы, хурму, инжир, папайю, манго, арбузы, дыни. Эти же продукты провоцируют резкое повышение сахара в крови и в виде сухофруктов. В свекле и картофеле углеводы содержатся в легкоусвояемой для организма форме сахарозы и крахмала. Но это не повод лишать себя радости полакомиться любимым блюдом. Сырая свекла запрещена диабетикам, а вот отварная, тушеная или на пару при условии умеренного потребления отличное дополнение к меню. Над картофелем придется потрудиться. Чтобы избавиться от большого количества простых углеводов в его составе, необходимо замочить клубни на ночь. Для диабетиков лучшим блюдом из овоща станет отварной картофель в мундире. Крупы, рис, пшено, манка имеют высокий гликемический индекс от 70 до 80 единиц и содержат в своем составе мало пищевых волокон, препятствующих усвоению глюкозы. Поэтому диабетикам лучше не употреблять их в пищу. Диабетикам разрешено употреблять большинство сортов мяса. Исключение составляет баранина, но не за счет простых углеводов в составе, а за счет большого содержания жиров. Они отрицательно влияют на общую калорийность блюда, и диабетикам с ожирением не стоит употреблять баранину в пищу. По этой же причине людям с повышенным сахаром в крови стоит убрать из рациона кисломолочную продукцию. Но не всю, а только с большим процентным содержанием жира. При покупке также обращайте внимание на количество сахара в составе йогуртов. При приготовлении сдобы используется пшеничная мука, сахар, масло – это источники простых углеводов и жиров, которые вызывают резкий подъем глюкозы в крови. Но это не означает, что нужно совсем отказаться от хлеба. Замените сдобу на изделия из муки грубого помола, ржаной муки или изготовленных с использованием отрубей. Про вред фастфуда знают все. Он не имеет абсолютно никакой пищевой ценности для здорового человека. А для диабетика эта пища не только не ценна, но и опасна, поскольку просто изобилует простыми углеводами и насыщенными жирами. Известно, что в пакетированных соках содержится большое количество сахаров и подсластителей. Если говорить о свежевыжатых соках, то диабетикам можно его употреблять в сильно разбавленном виде и только из разрешенных фруктов. Алкоголь тормозит выработку глюкозы печенью, а это может привести к неприятной ситуации, когда организм впадает в состояние гипогликемии – низкого уровня сахара, поэтому алкогольные напитки и диабет несовместимы. Поговорим о вариантах развития ситуации, которые могут возникнуть, если диабетик пренебрегает правилами рациона. Конечно, речь не идет о том, что съев пару-тройку виноградин, можно моментально поднять уровень глюкозы в крови до критической отметки. Но злоупотребление продуктами, содержащими большое количество простых углеводов и жиров, пакетированных соков, алкоголя, способны вызвать тяжелые последствия в виде комы. Они могут возникнуть на фоне пониженного вследствие передозировки инсулина или повышенного уровня сахара в крови, а также из-за нарушения электролитного баланса. Часто случается состояние, которое называют кетоацидоз. При этом наблюдается дефицит инсулина и большая концентрация глюкозы в крови. Клетки испытывают голодание, и организм стремится восполнить энергетический запас из жира. Продуктами такого обмена являются кетоновые тела, которые не выводятся, а накапливаются и вызывают тотальную интоксикацию. Человек испытывает сильную жажду, апатию, может возникнуть запах ацетона изо рта, утрата сознания. Эти состояния относятся к неотложным и нуждаются в немедленной медицинской помощи. Существуют и хронические осложнения, формирующиеся в течение определенного времени. К ним относятся поражения мелких и крупных сосудов. Органами-мишенями при этом становятся сердце, почки, нервные окончания, глаза. Развивается высокий риск инфарктов, инсультов, появление трофических язв на ногах, слепоты. Можно избежать опасных осложнений сахарного диабета, если соблюдать меры профилактики, придерживаться рекомендованного рациона питания, соблюдать правила ухода за кожей стоп, контролировать уровень сахара и холестерина в крови, наблюдаться у профильных специалистов. Друзья, не так опасен сахарный диабет, как его осложнение. Помните, что профилактика болезни – самое разумное лечение. Надеемся, что информация была нужной и полезной для вас. Ставьте лайки, делитесь видео с близкими и знакомыми и будете здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok